Действующий закон о донорстве крови и ее компонентов был принят не один год назад. За прошедший период ситуация в этой сфере изменилась. Возникли вопросы, к примеру, в части согласованности законодательных актов. Появилась необходимость совершенствования. Межведомственная рабочая группа разработала проект закона с изменениями. Его положения направлены на обеспечение правовых, организационных, экономических и социальных основ госрегулирования донорства в Беларуси. Мы считаем, он где-то эволюционный, он идет в развитие, этот проект закона, предыдущий 2015 года, а где-то он закрепляет и инновационный, то есть он внедряет те стандарты безопасности, современных технологий заготовки крови и ее компонентов, организации донорства, которым должна соответствовать Республике Беларусь. Важный этап подготовки законопроекта – общественное обсуждение. В конце июля мероприятие состоялось в областном центре Брещины на базе станции переливания крови. Как по всей стране принять участие в обсуждении мог любой желающий. В ходе встречи в первую очередь было рассказано о положениях новой редакции закона. Принципиально там достаточно много нововведений. Закреплены около 40 новых терминов и технологии заготовки крови и ее компонентов. Закрепляются на уровне закона, планируется закрепить технологии обеспечения безопасности крови и ее компонентов, современные технологии, такие как инактивация патогенов, лейкоредукция. Те современные высокотехнологичные вещи, которые мы прописываем на уровне закона, обеспечивают максимальную безопасность рецепиента. Также документ предусматривает переход к стопроцентному добровольному и безвозмездному донорству. Вместе с тем планируется существенно расширить список социальных гарантий для доноров. С точки зрения гарантии компенсации доноров мы принципиально уходим при донорстве крови и хотим сказать всем нашим донорам и потенциальным донорам, что мы переходим на безвозмездные донации. Это не значит, что эти донации будут бесплатные именно на донации крови. Донорство компонентов крови мы оставляем на выбор, как платное, так и безвозмездное. Проект закона на рассмотрение парламентариев будет отдан уже осенью текущего года. На данный момент закон находится под утоком первому чтению. То есть мы вынесли его на общественное обсуждение. Потому что здесь затрагиваются интересы, в первую очередь, донора как человека. Затрагиваются интересы государственных учреждений здравоохранения и самого государства. И, конечно, самое важное – это здоровье. Здоровье конкретного человека. Здоровье того человека, у которого возьмут кровь и компоненты крови. И здоровье того человека, которому будут переливать эту кровь и компоненты крови. Здесь все должно быть очень четко выстроено. Работа по возрождению безвозмездного донорства начата в Беларуси в 2013 году. И количество безвозмездных донаций уже увеличилось более чем в 16 раз. По итогам прошлого года, каждая четвертая донация безвозмездная. Кровь, заготовленная таким способом, считается самой безопасной. В настоящее время донорство на безвозмездной основе организовали 70 стран.